Всем привет из Канады, из примерочной магазина Uniqlo. Сегодня у нас примерочная маленькая, поэтому очень будет неудобно примерять, особенно если учесть, что мы примеряем пальто, то это все, конечно, будет очень... Ну, как есть, что делать? Я не могу выбирать и требовать у меня нашу примерочную. И, как вы помните, это в Uniqlo всегда ужасно шумно, страшно шумно в примерочной, здесь все гремит и тарахтит, как будто бы мы примеряем на стройке. Но я вот, знаете, в наушниках, думаю, может быть, это немножко поможет ситуации. Итак, я набрала пуховиков, плащей, зимних пальто, в общем-то... Ну, вы видели, я снимала в зале, а сейчас я принесла окошко померить. Не очень много, но, в принципе, особо нечего примерять. Честно говоря, из одежды, вот, неплохие фитера, а все остальное как-то так грустненько. Ну, подождем, может быть, довезут. Так, ну что, я сегодня в джинсах, в свитере, я особенно не старалась, потому что, знаете, девочки, погода плохая, холодная, мерзкая, так дождь, сыр, фу. Такую погоду как-то даже ничего не хочется. Ну, и тем более, если пуховики примеряют, так как бы ничего и не надо. Нужен свитер, джинсы, ботинки, сумка такая у меня рабочая. Мне интересно. Это мое пальто, в котором я пришла. Все, давайте начнем примерять, рассматривать, что чего из чего. Я взяла красивые цвета, яркие, хотя бы, если не фасоны, то цветами возьму. Давайте примерить. И начать я решила с такого пуховичка нижнего. То есть, это такой, видите, пуховичок, который без воротника, без капюшона, и он пододевается коротенький, именно вот как нижний такой пуховик, может быть, под пальто или под другой пуховик. Он, в принципе, призван, так сказать, просто утеплять, но как по красоте для него небольшое не должно быть, но тем не менее, он довольно симпатичный. Вот, в отличие от предыдущих лет, они сделали его немножко по-другому. Они, видите, немножко по-другому прострочили его, потому что раньше они всегда были вот такие вот полосатые, просто вот такие вот, как вот это вот пальто. А сейчас они, видите, таким ромбиком, красиво, все в нем хорошо, так он мне маленький. Я не знаю, какой-то размер я взяла, наверное, медиум. И он такой, знаете, узенький. Я понимаю, что он призван быть как нижняя какая-то одежда, ну, не нижняя одежда, а как под низ пальто, поэтому он не должен быть объемный, он не должен быть оверсайз, поэтому он очень такой, знаете, маломерит. И очень узкая в нем пройма. Вот, например, на мне вот этот свитер с довольно широкой проймой, сейчас я с ним покажу, и я так с таким трудом впихнулась в него. Он узенький такой, знаете, рукавчики узенькие, все-таки узенькое, но если учесть, что он должен быть, опять же, вниз под что-то, то как бы и цепей, но или на более тонкий свитер, нет, даже просто мне нужен просто больше размера, даже может быть сварше, даже может быть эко-то ларше. Ну, вообще, конечно, он очень легкий, он такой прямо совершенно не чувствуется на теле, вообще как будто бы его нету, веса нету никакого, и по ощущениям очень приятно. И давайте заснимем, из чего он сделан, и какой-то размер, сколько он стоит. Вот, девочки, в чем подвох? Здесь написано медиум, я его принесла, будучи уверена, что это медиум, а на самом деле это экстрасмолк, неудивительно, что он мне настолько мал. То есть я подозреваю, что медиум, наверное, мне будет как раз. Стоит он 99,90, то есть 100 долларов. И, значит, сделан он из... Так, 90% пух и 10% перо. То есть наполнитель очень хороший. Ну, и, конечно, это Найлон, текань Найлон. Да, ну вот с размером, конечно, меня это вот. Сколько раз я себе говорила, когда я что-то выбираю для примерки, смотреть вот на эти вот. Потому что это, в принципе, они перемешивают не всегда 100% это правильно, а, конечно, вот так вот я накололась. Ну, вот это вот из этого разряда ультра лайтаун, то есть это вот очень легкие пуховики. Какие-нибудь номера его... А, вот номера. И вот видите, здесь, кстати, очень удобно. Здесь есть размеры. Не только размер вот экстрасимон, допустим, да, а написано, сколько круть, как бы обхват крути. Видите, вынчик в сантиметрах. И я вышла в зал потом, чтобы примерить пальто подходящего мне размера, все-таки поискать и найти. Не стала уже возвращаться в примерочек, но решила померить перед зеркалом прямо в зале. Значит, сейчас я примеряю пальто размер medium. Ларч я не нашла, и оно мне все равно как бы маловато. На мой взгляд, они немножко маломерят, эти пальто, потому что все-таки я в Uniclo ношу размер medium. То есть странно, что оно мне мало. Но размер Ларч я нашла вот такие вот короткие куртки. Они сделаны точно такие же, как эти пальто, длинные, только курточка коротенькая. Я вам хочу сказать, что она мне очень понравилась даже не как нижняя куртка, а в принципе, как и верхняя куртка. Ее вполне можно носить с каким-то красивым шарфом. У нее такой интересный фасон. Сбоку она так вырезана, как рубаха такая. И в принципе, она выглядит совсем неплохо. И это был размер Ларч я примеряла. Стоит она 89,90. В отличие от 100 долларов, которые стоят длинное пальто, это чуть-чуть немножко подешевле. Состав такой же пухперо. В принципе, состав неплохой. И сама куртка мне даже больше понравилась, чем длинное пальто. Как-то она посовременнее выглядит. Следующий пуховик. И опять подстава. На вешалке написано Ларч. На этикетке написано Медиум. Что-то я после работы, я устойчивая. Поэтому я не обращаю на такие внимания вещи. А надо было. Вы знаете, что я, наверное, сейчас выйду и потом найду нужные мне размеры и померю снова. Потому что вот так вот это... Тем более, что у меня одна девушка написала. Я ей правильно написала, что если вам не подходит размер, вы должны взять и принести другой размер и померить его и показать. Потому что вот это говорит с тобой, это не мой размер. И, наверное, это будет выглядеть лучше в другом размере. И, в общем-то, это не очень правильно. Действительно, мне надо будет пойти сейчас и поменять, найти размер, который мне подходит. Ну, короче, это размер Медиум. Как вы видите, он очень мне плотно. Я, знаете, когда примеряла, я была уверена, что это Ларч. И я стала его на себя надевать. И думаю, ну вообще, слушайте, если это Ларч, то уже я вообще тогда... Тогда я слон. Но оказалось, что это Медиум. Он очень плотно. Мне он тоже вот тут довольно узкий в пройме. У него есть капюшон. Очень красивый. И я должна сказать, что тоже он очень легкий, очень удобный, очень приятный. Но это такое типичное пальто, вот эти Нихло, которые... Пуховики, которые мы все любим и знаем, носим легкие такие тонкие пуховики, которые, в принципе, есть каждый год. Они делают одинаковые, разных цветов, может быть. Мне понравился этот цвет. Кстати, мне это такой же, как этот цвет. Мне понравился такой, знаете, он пыльной розой. Он не выглядит, он выглядит бежевый, но он, в принципе, пыльной розой. И он такой, в принципе, довольно узенький. Так, есть у него карманы. В общем-то, очень хорошо все с ним. Давайте мы его... Опять же, на мне довольно толстый свиток, поэтому, как бы, впечатление такое, что все мне мало. Ну, в принципе, да, я думаю, что мне нужен лапчик, потому что я же не буду его носить на футболке. Я же и буду его носить на свитер, поэтому мне нужно такой, чтобы он на мне, как бы, сидел хорошо на свитере. Давайте я сейчас засниму его параметры все и пойдем дальше. Идем, идем. Ох, а здесь, Ларич, ох, мне наука в следующий раз. Смотрите внимательно, что я беру примерочную. Значит, стоит он 130 долларов. Видите, он называется бешеный. На мой взгляд, он такой немножко пыльный розовый. Но это не важно. Наполнитель у него тот же самый. 90% пух и 10% телшек. Такое вот пальчик. Хороший пальчик. Тоже уже выйдя в зал, после примерочной, я нашла размер Ларч. Хорошо сидит на мне. Ну, я бы сказала, даже так свободно. Может, даже он немножко великоват. Вот какая-то странная такая размер. Медиум мал, Ларч большой. Надо еще учитывать толщину свитера, который я, как бы, надела вниз. Это тоже важно. Вот. Ну, в принципе, размер Ларч мне хорошо. Я считаю, что... Если да, я бы покупала, то покупала бы размер Ларч, потому что с расчетом того, что его надо надевать на что-то теплое, толстое. Вот сняла вам размер, чтобы вы убедились, что не обманываю. Наконец-таки я попала в размер. И это очень мне понравилось, этот цвет. И очень мне понравилось это пальто. Это даже не пальто, это такая куртка длинная, что очень удобно, на мой взгляд. Знаете, с одной стороны, длинное пальто, конечно, будет теплее. Но если вы едете на машине, вот как я, например, то мне длинное пальто не очень удобно. А вот такой вот длинная куртка самый-самый раз. Потому что она не очень длинная, не очень короткая. То есть оно как бы все закрывает. Все, что нужно закрывать, оно закрывает. Но, с другой стороны, она не очень длинная. И в машине это крайне удобно. И это, в принципе, самое-самое то, что нужно. Очень хороший, красивый цвет. Есть капюшон. Вот такой вот глубокий такой хороший капюшон. Знаете, одеваешь и все. Вы в космосе. Вас никто не верит и не слышит. Они из разных цветов. Я сняла, какие есть цвета. Очень такое, знаете, ну вот, хорошая, только добротная куртка, которая, в принципе, может вам служить очень много лет. Она никогда не выйдет из моды. Потому что не моды. И вот на мне размер large следит очень хорошо. В общем-то, по размеру нормально. Учитывая, что на мне довольно толстый свитер. Единственное, что, опять же, вот тут пройма не очень большая. Свитер у меня с большой проймой. Поэтому, так, немножко. Такой момент. Во всем пальто этих маниклоб. Мне кажется, вот этот момент не учтен. Что сейчас много очень свитеров с такой низкой проймой, большой, а пальто с такой узенькой проймой. И это не очень удобно и практично. Но, тем не менее. Вот, в принципе, я влезла. То есть, вполне можно всунуть свитер и тюрькова. Нужно было всунуть. И даже я не чувствую, как бы, никакого неудобства. То есть, я не чувствую, что мне что-то мешает. И жмёт. Что, девочки, мне очень жорко. Буду снимать. Итак. Стоит оно 200 долларов. Недёшево. Размер large. Хороший такой large. Хороший, в принципе, нормальный такой. Не маломерит, не большимерит. Всё как надо. Значит, наполнение у него тоже 90% пух и 10% перо. То есть, у них у всех одинаковый наполнитель. Это, в принципе, довольно хороший наполнитель. И вот это вот его объёмы, вот это его номер и цена. Цена, конечно, такая не дешёвая, я бы сказала. Для куртки, потому что это ведь не длинное пальто, а куртка. Значит, здесь есть молния, есть кнопки сверху заклёпываются, есть карманы на... Карманчики на замке. Внутри такой приятный флиз. Ну, в общем, подкладка. Всё стандартно. Здесь карман есть внутри на замке. Хорошо. Хорошая-хорошая пальто. А, здесь вот капюшон, кстати, вот так вот затягивается. Его можно надеть на голову и затянуть. Вот. Хорошее пальто, конечно, цена КФ. Следующее пальто я специально беру размер медиум, потому что, на мой взгляд, это пальто идентичное вот этому. Единственное, что оно длинное. И, поскольку этот я взяла large, то я решила взять длинное, чтобы посмотреть, какая разница между размерами и насколько мне медиум хорош, плох или как бы подходит, не подходит. Ну, что вам сказать? Я должна сказать, что он... Я не могу сказать, что я чувствую, что он мне мал. В принципе, он мне нормально, так по ощущениям. Хотя вот чуть-чуть, вот чуть-чуть вот тут мог бы быть и больше, поэтому я думаю, что если бы я вот сейчас купала, я бы всё-таки купила large. Ну, во-первых, на вырост. А, девочки, вы меня понимаете, да? А во-вторых, ну, если вдруг я надену не один свитер, а я захочу надеть два свитера, или я захочу надеть свитер и пиджак, например, то вот в этот я уже не влезу, это уже будет проблема. А этот вот, прямо у меня был свободный, так свободно, для него можно было бы ещё что-то поддевать, даже можно было, наверное, пододеть вот такую вот вот эту вот подстёжку, так скажем. Ну, не знаю, насколько это нужно и насколько это профессионально, но, в принципе, почему, может быть, такие морозы, когда очень плавлено, то почему бы нет. Так вот, это размер мидиума, чуть-чуть он мне, конечно, так плотненько, хотя я не могу сказать, что он мне мал, но я, так, знаете, чувствую, что, в принципе, наверное, лучше было бы, если бы он был больше. Вот эти вот, я хочу вам показать, вот то, что в той сиреневой куртке вот так вот затягивается пакушон, и вот сюда. Вот так я затягиваю, и он, превращаюсь в эскимос, космонавтка, марсианина, в эскимосы, ну, немножко тоже в эскимосе, это удобно, знаете, потому что у вас ничего тогда не будет здесь задувать, ветер, в общем, я вам скажу, что я стараюсь не перемазать помадой, потому что очень это неприятно, я сама терпеть не могу, когда я еще перемазана в косметике, поэтому я очень стараюсь аккуратно. Так вот, для Канады это очень актуально, вот такой вот капюшон, который можно надеть, и собрать его как головы, потому что он, в принципе, здесь у нас такие ветра бывают жуткие, когда это мороз, там, минус 20, и с ветром, то это как минус 40. и если вам нужно ходить вот в такую вот погоду, то никакая шапка вас ничего не спасет, вам нужен вот такой вот бронебойный капюшон, который еще вот так вот затянется, и будет плотненько облегать ваши головы, чтобы ничего не надувало, вниз еще шапочка желательная, и вниз еще что-то. И так, мне очень нравится его цвет, давайте начнем с цвета, очень красивый цвет, светло-светло-серый, наверное, очень непрактичный, наверное, очень будет пачкаться, но по красоте, я вам хочу сказать, что у нас в первую очередь всегда разбирают пальто черные и темно-синие, а вот такие вот всякие бежевые, светло-серые, они всегда остаются, ну и это правильно, потому что на самом деле это очень-очень марки цвет, но красивый, конечно, я его поэтому принесла в примершину, потому что хотела померить красивый светлый цвет, значит, стоит оно 250 долларов, вот это его номер, размер медиум, и что у нас в состав, ну такой же, да, 90% пух и 10% першки, а так все, полиэстер, 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 ну окей, и то же самое, все то же самое, значит, карман вот здесь вот, здесь в карманчике такой флис приятненький, вот эти штучки, я вам уже на капюшоне показывала, в общем, это то же самое, что вот эта куртка, только эта куртка короткая, короткая куртка, значит, у нас стоит 200, а длинная, вот такое вот пальто, стоит 250, ну, make sense, что называется, ну как бы да, так оно и должно быть, следующее пальто, невероятного красного цвета, тоже размер medium, тоже взяла сознательно, потому что очень хотела смотреть красное, large не было красного, но было черное, по-моему, и синее, были размеры large, что хочу сказать сразу, во-первых, хочу сказать по поводу замка, вы видите, я его не застегнула, значит, у меня взял, на минут 10, я пыталась, замок сделан, знаете, вот таким, двойной такой, он как бы снизу и сверху, то есть, вы вставляете вот этот, вот этот язычок сюда, вот в эту собачку, и должны поднять его наверх, кстати, вот здесь тоже так же, ну и нет, было интересно, да, здесь то же самое, но здесь такой замок, знаете, пластиковый, легкий, и кнопки, кстати, тоже, может быть, это менее, менее долговечно, чем здесь, потому что здесь, видите, кнопки металлические, и замок металлический, может быть, это только это пальто, но я вам скажу, что я замок застегнуть так не смогла, я мотухалась, простите, с такого слова, с ним минут 10, и вспотела, потому что пальто жаркое, почувствовала себя, знаете, дошкаленком, которого, у которого ручки такие не очень хорошо работают, и в обдирском саду воспитательница сказала, одевайся, идем на улицу, вот он бедненький, пытается застегнуть вот этот вот замок, этот сложный, тяжелый, плохо ездящий замок, и он у него не получается, не получается, он у него и так, и эдак, и так, и эдак, в общем, я же сказала, он очень жалостливую историю, но мораль, мораль моей истории такова, что замок здесь какой-то очень сложный, ну такой, знаете, железный, металлический, и как-то очень плохо застегивается, плохо ходит, возможно, еще раз повторюсь, дефект именно этого пальто, но я так не смогла застегнуть, я засовывала это вот, и он пытался тащить это наверх, оно не тащилось, когда я слишком сильно тащила, оно там все застревало, я вообще не переживала, что я останусь жить в этом пальто, потому что я не смогу себя снять, поэтому я застегнула кнопки, в принципе то же самое, по ширине, опять же, мне бы, конечно, лучше был бы ларч, видите, ткань такая, немножко отличается от этой, здесь такая, скажем так, ткань вот эта вот, она потоньше в этих пальтох, здесь прям такая толстая, толстая-толстая плащевка, и вот все такое массивно, знаете, вот эти металлическая молния, металлические пуговицы, искусственный мех на капюшоне и внутри капюшона, под цвет пальто, красный искусственный мех, и вот эта вот такая вот чебурашка, жуткая, ужасная, сейчас я посмотрю, если можно ее отстегнуть, я думаю, что да, я вам хочу сказать, что у нас сейчас в Канаде практически купить пальто с натуральным мехом, пуховое пальто, зимнее, практически невозможно, если до прошлого, или позапрошлого года, было очень много компаний, которые делали вот такие пуховики с натуральным мехом, очень красивым, это очень все с удовольствием носили, хотя все топили за, да, нет натуральным шубом, но вот натуральный мех на капюшоне почему-то считался ок. Так вот, с этого года почти все компании, которые производят пуховики, включая самую известную канавскую компанию Канада Гус, которую все знают, это, которая считается самая самая популярная у нас компания, и которые всегда делали пальто с натуральным мехом на воротеньке, с этого года они перестали использовать натуральный мех и делают просто пальто вот капюшон и без меха, вот таким, вот таким вот образом, так же, как здесь, просто капюшон, меха никакого. Цена при этом осталась прежняя, то есть, пальто Канда Гус в Канаде стоит длинное такое пальто, порядка полторы тысячи долларов, тысяча триста, тысяча пятьсот, вот зависит, а короткая куртка стоит в районе тысячи, тысяча двести, также они стоили, когда, мне кажется, даже дешевле, когда они делали с натуральным мехом, а сейчас, в этом году, все ужасно подорожало, и в том числе, и пальто Канда Гус, при этом, они отказались с натурального меха, при этом, цены поднялись, ну, в общем, такое. Да, ну, это было энергическое отступление, давайте я с себя его сниму, здесь тоже есть карманы, я с себя его сниму и покажу вам, что оно сделано, можно ли отцепить этот мех, вот такая вот я, в этом капюшоне, я прям снегурка, снегурочка, или Дед Мороз, больше, наверное, борту прицепить, и будет точно пальто Деда Мороза. Так, показываю вам вблизи этот замок и эти кнопки, видимо, по идее, он должен быть более долговечный, но он неудобный, прям очень неудобный, искусственный мех на капюшоне, внутри искусственный мех, который, да, вот так вот он здесь отстегивается, здесь есть молния, его можно снять, это очень хорошо, потому что он мне категорически не нравится, знаете, есть искусственный мех, который похож немножко, как бы, более или менее, можно его еще так перепутать с натуральным, а это прям чебурашка такая, чебурашка. Так, давайте посмотрим цену, цена тоже 250 долларов, вот это его размер, вот это его цифры, состав, тоже, а, видите, здесь сама ткань пальто, сделана из плестры и катона, там в тех был полностью, полностью полиэстер, а здесь немножко потом, поэтому, поэтому оно выглядит немножко по-другому, сама ткань, более такая плотная, и наполнитель, 55% пух, 39% полиэстер и 6% перо, вот наполнитель у него хуже, так что, не знаю, но цена, такая же, немаленькая, вот такой вот, такие дела, значит, что у него влезло, у него есть вот здесь вот такой кормоз, который, рискнем, проверим, ничего, подкладочка, все, а, да, разница с предыдущим пальто, что здесь на рукаве, вот здесь манжет такой, рукав заканчивается таким вот манжетом, трикотажным резинкой, что очень удобно, потому что он, как бы, очень хорошо облегает руку, а в этих пальто, по-моему, такого не было, да, здесь просто такая резинка, но на самом деле разница небольшая, потому что вот эти вот, вот это тоже очень хорошо облегает, я так померила его, я почувствовала, что он так довольно плотно обхватывает руку, и, что еще, что еще мне вам рассказать про него, карманы, карманы без замка, внутри тоже такой флис, ну вот, пожалуй, и все про это пальто, что же еще принесла я в примерочную, это не пуховик, но поскольку это пальто Инессы, а мимо Инессы я спокойно пройти не могу, хотя, она меня в этом году, как-то подвела, ничего красивого, интересного я не нашла, вы видели, я там снимала, совершенно какие-то жирные платья, ужасные вообще, кошмар, ну, тем не менее, по-моему, оно на распродаже, это пальто, и нет, я не помню, в любом случае, это не пуховик, но это выглядит как плащ, но оно, видите, с такой теплой подкладкой, которая отстегивается, ну, потом я сниму, мы все рассмотрим, ткань такая плащевая, в принципе, это не, конечно, не на теплую, не на зиму пальто, но на такую теплую осень, не очень теплую осень, как бы нормально, выглядит это как плащ, такой, знаете, рукав реглан, они есть синие, есть черные, бежевые, я не помню, синие, размеры у меня смол, я взяла и не ошиблась, оно довольно большое, но вот на мне смол, я вполне себя чувствую хорошо, я не чувствую, что у меня какой-то дискомфорт, что оно мне маленькое, или что-то такое, узи не застегивала, было неохота, пугольцы вот такие вот скрытые, сейчас снимем, рассмотрим, ну и вот, и вот я на своем большом свитере, на объемном свитере, вполне оно мне нормально, размер смол, медиум, наверное, было бы даже слишком много ткани, сзади у него такая вот кукетка, кукетка, переверну потом, покажу, и что-что-что еще хотел сказать, и рукава вот здесь, мой рукав моего большого свитера вошел совершенно спокойно, запросто и легко, и я не чувствую никакого неудобства, дискомфорта. Так, и так, пальто у нас выглядит таким вот образом, очень красивая подкладка, внутри подстежка такая, знаете, барбаристайл, отваливающиеся куговицы, ой, лучше я не буду дергать, а то сейчас действительно оторвется, значит, пальтишечка и нюйсы, подкладка, эта подстежка отстегивается, что хорошо, если я ее отстегну, я думаю, что она вообще мне будет большой тоже, несмотря на то, что это смол, вот такая вот потайная у него застежка, карманы, пояс, пряжка пластмассовая, довольно дешево выглядящая, ну и давайте оглавим, оглавим, цена 180 долларов, это немало, это даже, я бы сказала, много, в принципе, за 200 долларов, у нас нужно здесь, в клинику, купить меха, пуховое пальто, меховое, чуть ли не сказал, пуховое, пуховое, теплое зимнее пальто, они вот такое вот, непонятно что, плащик, пальтишко, значит, итак, состав, тело, в Боди написано, сама ткань, сама ткань, плаща пальто, состоит 67% хлопок, 13% полиэстер, подкладка 100% полиэстер, все остальное полиэстер, полиэстер, внутренности, наверное, ну это не суть важна, я думаю, потому что, в принципе, понятно, что ничего натурального в нем нет, и сзади вот у него такая вот, вот такая вот штука, которая, кстати, наверное, отстегивается зачем-то, не знаю, хотя отстегнем, посмотрим, если что интересно, которая просто так отстегивается, а, ну вот тут еще вот эта подкладка, видимо, все эти там плестры, 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 это все вот эти вот подкладки, Рукавчик реклам. Рукав довольно такой глубокий, низкий. Ну и вот такой вот пальтишечко Энессы. А я не знаю, сняла ли я номер. Вот, скриньте, если вы хотите. Вот такое вот пальто. Все, дорогие дамы, будем с вами прощаться. Вот, кстати, вы видите, какой у меня свитер с каким рукавом. Он довольно широкий и пройма довольно низкая. Поэтому мне было довольно сложно всунуться в некоторые из этих пальтов. Кроме вот единственной Энессы, но все остальное так с мылом. Ну, в принципе, терпимо. Все, девушки, надеюсь, что вам полезно было мое видео. Надеюсь, что вам было интересно. К сожалению, маленькое примерочное. Посмотрим, как будет шум на видео. Я когда буду обрабатывать, я посмотрю. Будет ли опять звукок настройки. Я надеюсь, все-таки на мои наушники. Они, может быть, немножко помогут нам избежать такого жуткого звука. Все. Люблю, целую. Увидимся в следующем видео. С вами была ваша дитя из Канады. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok